Дмитрий Юрьевич, спасибо, что в это не самое простое время согласились на интервью. И вначале поделюсь историей, которая произошла со мной несколько дней назад. По необходимости в маске и перчатках оказался в крупном торговом центре Гомеля. И понял, что вся эта информация, которая изобилия о профилактике, воспринимается большинством по-своему. Совершенно разное отношение к личной безопасности, а если хотите, совершенно безответственное отношение к личной безопасности у огромного количества людей. Дмитрий Рузанов, прохожий, такого не замечает? Конечно, я тоже хожу в магазины, и приходится иногда бывать в каких-то торговых центрах, конечно, бываю на улице. И мне иногда кажется, что все, кто в этом центре, они бессмертны, или, по меньшей мере, они считают, что они бессмертны. Так проще не следить за собой и отрицать элементарные меры защиты? Или какое объяснение можно найти? Я бы сказал одним словом, безответственность. То есть это безответственное отношение к своему здоровью, которое мы можем видеть не только лишь во время пандемии, и в целом в жизни, казалось бы, все просто, надо правильно питаться, исключить вредные привычки, а нет. И здесь, казалось бы, тоже все очень просто. Мы знаем о правилах, как избежать заражения ковид, но нет, а мы этого не делаем. А еще, наверное, все-таки это предельно неуважительное отношение к чужому здоровью. Когда ты одеваешь маску, ты демонстрируешь окружающим о том, что я уважаю ваше здоровье, я уважаю вас. Я хочу, чтобы вы оставались здоровыми. Я не хочу, чтобы вы, бабушка, не заболели. И вы, маленькая девочка, чтобы тоже не заболели, не заразились от меня, ведь я могу быть источником инфекции. И если молодежь перестроилась все-таки, как видим, более быстро, то пожилые люди, которые являются группой риска, достаточно часто, без масок, я уже молчу про перчатки, десредства, наверняка этого тоже нет. Да, вы знаете, это удивительно, и, наверное, вот эта пандемия нас все-таки научила и еще раз продемонстрировала, что мы относимся к своему здоровью безответственно. И то, что сейчас происходит, и то, что делаете вы в своей передаче, во многом это попытка показать о том, что нужно относиться к своему здоровью ответственно и уважительно к здоровью других. Ни для кого не секрет, что наши руки являются основным путем попадания в организм тех самых вирусов. Какие поверхности в этом плане наиболее опасны? Какие поверхности дольше всего сохраняют на себе живучий вирус? Безусловно, мы сделали вот так. А так ведь хочется? Конечно, нос же чешется. И после этого мы дотронулись от подлокотника. И формально мы говорим о том, что в этом месте вот это кресло, оно становится инфицированным. Раньше считалось о том, что вирус может сохраняться неделями на поверхности, но на самом деле может сохраняться его РНК, и вирус часто теряет свою жизнеспособность. Сейчас все-таки данные поскромнее о том, что на гладких поверхностях, таких как стекло, пластик или металл, в жизнеспособном состоянии вирус может сохраняться всего лишь несколько дней. Если мы говорим, например, о картоне или бумаге, то это, как правило, достаточно короткий промежуток, порядка суток. А вот если мы говорим, например, о материале и о ткани, то считается, что после полного высыхания вот эта аэрозоль, которая попала на материал, она становится неопасной. То есть вирус как бы прилипает к частичкам этой ткани и дальнейшую инфекцию вызвать уже не может. Как вам идея с салфеткой-помощницей в кармане? Отличная идея, потому что эта салфетка нам не даст дотронуться до загрязненной поверхности, но только при одном условии, если мы будем этой салфеткой пользоваться правильно. Если мы ее достали из чистой упаковки, дотронулись до поверхности или что бы мы хотели бы сделать, и после этого ее выбросили, они скомкали, положили карман до следующего удобного случая. В этом случае салфетка скорее сослужит неблагоприятную роль и будет способствовать инфекции. Нет возможности помыть руки, в кармане обязательно должно быть десредство, но все-таки внимание я хотел бы заострить на масках. Всегда ли они являются нашими защитниками? В целом мы говорим о том, что маски способны предотвратить заражение, но при условии, если они будут и на здоровом, и на человеке, у которого есть какие-то симптомы. Но и мы должны помнить о том, что маска способна нанести и вред, нежели польза. Поясните, важно не само наличие маски, а то, как мы и пользуемся? Ну, давайте я попытаюсь продемонстрировать. Я взял с собой несколько типов масок. Давайте я продемонстрирую, как, наверное, правильно и неправильно использовать маску. Да, пожалуйста. Вот я возьму хирургическую маску на таких вот резинках и покажу о том, как правильно ее пользоваться. Итак, мы достали из какой-то упаковки практически стерильную маску. Как мы должны ее правильно одеть? Мы не должны ее трогать руками для того, чтобы не контаминировать поверхность, которая в последующем попадет к нашим слизистым. Поэтому мы должны держать маску только лишь за резинки, одеть ее на уши, за самые кончики попытаться ее растянуть и смоделировать верхнюю металлическую пластинку для лучшего прилегания непосредственно к лицу. И все больше к маске мы не прикасаемся, в том числе к наружной поверхности. Дмитрий Юрьевич, даже сегодня в студии рядом с вами немало вариантов и фасонов. Все ли маски одинаково эффективны? Пожалуй, нет. Не все они эффективны. И Центры по контролю за заболеваемость в США, когда страна стала испытывать дефицит в одноразовых масках, предложила своему населению самим проверить, насколько ваша маска эффективна. Они предложили взять аэрозольный баллончик, ну, например, какой-то дезодорант, и попытаться смоделировать, как человек кашляет. Вот когда отсюда вырывается аэрозоль, ну, нечто подобное происходит при кашле, громком разговоре, при чихании из нас выходит эта аэрозоль, крупные частицы оседают на протяжении метра-полутора, а вот мелкие частицы могут находиться в воздухе очень долго. Ну и, собственно говоря, смоделировать эту аэрозоль и посмотреть, проходит ли аэрозоль через маску. Ну вот давайте попробуем это сделать здесь, в студии, на темном фоне, и посмотрите. Мы не видим никакой аэрозоли, которая прорывалась бы через эту маску. Маска является хорошим барьером. Да, потому что она сделана из нетканого материала, и это предельно важно. Нетканный материал, даже если он будет находиться всего лишь в один слой, он будет препятствовать распространению этого аэрозоля. Ну, давайте, мне кажется, вот такой наиболее часто встречаемый вариант маски... Он сделан из хлопка, да, но давайте проверим, насколько он будет сдерживать аэрозоль как от заболевшего человека, так и от человека, который хочет себя защитить от этого аэрозоля. Ну вот посмотрите, вот на темном фоне, да, наверное, это будет хорошо видно, что практически аэрозоль не задерживается во время кашля, дыхания. Ну и, соответственно, тогда какие-то защитные функции такой маски, да, кроме, наверное, вреда, который он может принести. Поэтому если мы говорим о масках, да... Либо нетканный материал, либо... Либо плотная ткань в несколько слоев. Давайте попробуем вот плотная ткань, опять же, из хлопка, да, которая в несколько слоев. Ну вот давайте посмотрим, насколько она сдерживает аэрозоль. Ну, она делает это не хуже, чем сертифицированная хирургическая маска. Вот еще одна маска, но она вот уже из такого трикотажного материала. Давайте посмотрим, насколько она сдерживает. Ну вот мы видим, что вроде бы и обе черные, да, но вот эффект все-таки... Это должна быть плотная ткань. И еще важный момент. В очередной раз подчеркнем. Уход два часа, и это должна быть смена маски. Да, если в любом случае является ли она из нетканого материала или из тканого материала, она должна поменяться. Потому что за время вашего дыхания, разговора, она намокает. И вирус с наружной поверхности оказывается на внутренней поверхности, тем самым усиливая вероятность трансмиссии вируса. Спасибо, Дмитрий Юрьевич, за эти полезные советы. Но ссылкой на YouTube-версию этого интервью, мне кажется, здорово будет поделиться со своими близкими в качестве заботы. Всем здоровья!